Всем привет, с вами Happy Wolf. Я обещал как-то подытожить все наши игрища в Heroes of the Storm, поэтому выпускаю отдельное такое небольшое видео с рисунками. Вообще должен был быть еще один летсплей за Тайкуса, но что-то мне уже поднадоело играть, если честно, да и видео с дотой внезапно получилось. Опять какие-то макаки орали всю игру. Вспоминать плохо. Ну, я их записал частично, после чего получился очень своеобразный минутный ролик. Праздник новоцвета в зоопарке целый. В данном же видео я выскажу свое мнение о Heroes of the Storm, расскажу хотя бы немного о составляющих игры, ну и упомянем напоследок о тех самых срачах, которые не утихают по сей день по поводу вторичности и так далее. В общем-то, по этим нескольким геймплейным видео, которые я снял, для вас и так можно было понять, нравится вам игра или нет. Мобы игры, то есть... Моб... Блять, как оно расшифровывается-то? Mobile Online Battle Arena, кажется так. В общем, это не тот случай, когда нужно самолично играть несколько часов, чтобы сложилось как бы истинное мнение о конкретной игре, и чтобы ты так головой покачал и сказал «да, я ошибался». Потому что это все очень легко проверяется, попробуйте свои дотой заебать девушку и друзей, и скорее всего блаженная старость в окружении любимых кошек, как пели анаконда, с вам обеспечена. Все это потому что жанр моба, он очень специфический и настроен под определенный тип людей. Heroes of the Storm, естественно, не исключение, я понимаю, что подобные игры не всем нравятся, мол, две базы, две команды, нужно сломать базу, уже тысячу раз-то все видели, сколько можно. Я вас уверяю, данный случай является не похожим на остальные, ну, естественно, не без греха, но тем не менее. Итак, для начала скажу, какое мнение об игре складывается после нескольких часов блужданий в закрытом бета-тестировании. Если честно, то впечатления очень неоднозначные, в плохом смысле. Если бы в игре не было героев из вселенных, которые придумали Blizzard, то это был бы чистейший салат из всех известных нам моб и игр, приправленный какими-то своими нововведениями. Таких крупных плюсов я выделил лично для себя всего три. Это, безусловно, сам мир Heroes of the Storm, то есть вселенные, игровые бла-бла-бла, таланты и игровые режимы. Именно про это, помимо всего прочего, я вам поверхностно, но смогу рассказать. А так, в принципе, стандартная картина. Заходите вы в Heroes of the Storm, проходите, если хотите обучение, я лично не проходил. Выходите в меню, выбираете сражения, начинаете играть. Клацаете постоянно четыре кнопки, потому что предметов и магазина в игре нету. Можно, конечно, некоторые таланты выставить, там, на один, два, три, четыре, но ветка скиллов позволяет вам свободно обходить лишние кнопки. Играете одну игру, две, три, уровень апается, противники вам подбираются сильнее, и в оглянуться не успеете, как наступит точка невозврата, когда в игру заходить просто не хочется. Ну, надоело вот и всё. И ни один из тех плюсов, что я выделил в начале, уже никак не вытащит игровой процесс. Посему, наигравшись на АЗБТ до официального релиза, у вас уже не дойдут руки, только и всего. Хотя, кто знает, как там, что будет через год. Но окей, идём прямо по порядку. Из главного меню с помощью сияющих плюсиков можно набрать пати. За это вам будет начисляться дополнительный опыт, но играть в гордом одиночестве вам, правда, тоже никто не запрещал. Персонажа для сражения можно выбрать либо из списка бесплатных, которые меняются каждые несколько дней, или же из списка тех, что вы приобрели за внутриигровую валюту или за реальные деньги. Туда же идут платные скины. Каждый герой, как я уже и упоминал, относится к определённой вселенной из Близзардовских игр, и помимо этого каждый подразделяется на саппорта, убийцу, специалист и что-то там ещё. И сразу добавлю, что выбор там не так велик, как хотелось бы, и я искренне надеюсь, что разработчики будут активно добавлять контент, потому что, ну, 20 героев, ну да, ну, покупать за золото их можно. Чё мы там не видели, если у конкурентов Heroes of the Storm персонажей там чуть ли не в 5 раз больше доступно. За БТ, не за БТ, всё равно получишь. Но, что интересно, в избежании сравнений, Близзарды полностью перелопатили все скиллы, и получилось, что скиллы эти, опять же, мы где-то с вами видели. У Илли Дана, например, больше нету не только мана Брейка, но и маны в принципе, зато он может прыгать по врагам и включать стопроцентную ворот. Да и зачем выжигать ману, если у некоторых героев её нету? То есть совсем нету. Есть герои, которые пускают скиллы за счёт накопления ярости, или чего-то такого, я точно не понял. После этого сам собой назревает срач в духе «фу, героев украли из доты», именно из доты, да, не из третьего Варкрафта, реколы скиллы украли из Лиги Легенд, две базы, две команды это вообще украли из футбола, как же вам не стыдно? И даже при этом игра спокойно нашла своих фанатов, потому что насрать его метр показывает высокую степень всем насратья, в плане того, кто что у кого позаимствовал, что украл. Большинству людей попросту до этого нету дела. У каждого персонажа по мере прокачки открываются так называемые таланты, и помимо них умения. Базовые три скилла работают хоть на первом уровне, а ультимейт способность появляется чуть позже, ну как везде. Таланты могут добавить вам вампиризм, увеличение базовой атаки и всё такое прочее. Тут уж Близзарды, конечно, постарались, благодаря чему можно теперь строить свои билды, писать свои гайды и читать норовоучения тем, кто собирается не так. Опять же, сюда идут и некоторые активируемые способности, типа силового щита, лечащего ворда, роду Фатаса, который ломает ноги врагу и он бежит медленнее. Но, как я уже и говорил, всё это на ваш выбор, и если лень нажимать лишние кнопки, то вместо этого можно просто усилять скиллы и всякие там бафы. Плюс, по мере игры за одного и того же персонажа, его уровень растёт, вследствие чего открываются новые таланты. Если я ничего не перепутал, конечно. Это тоже достаточно интересная фишка, мотивирующая вас, например, освоить конкретных героев в совершенстве, получив в награду более интересные способности, что даст вам преимущество. Тут не докопаешься, что-то придумали, да, молодцы. И напоследок я хотел бы сказать про игровые режимы. Это, конечно, чуть ли не главный козырь Heroes of the Storm, потому что жирнейший плюс уходит именно сюда. Я сейчас не буду рассказывать всё подробно, просто пройдёмся по верхам. Есть режим с цветочками, который много уже кто видел, там нужно собирать определённые бутончики, эти бутончики меняем на голема, голема управляем и ломаем базу врага. Есть режим, где нужно собирать уже не цветы, а монеты. Эти монеты отдаём пирату, он с корабельных пушек обстреливает укрепление врага, и помимо этого выёбывается, какой же он крутой пират. Есть режим с тотемами, которые при активации хреначат лазером. Режим с каким-то вороном, который, как я и рассказывал, вызывает бабок, они орут, бог накажет, вражеская команда проклинается и ничего толком не может сделать. Там и башни стрелять не могут, и юниты вялые становятся, в общем, ничего хорошего. Я думаю, уже хотя бы этого достаточно, чтобы поставить ещё один плюс в пользу разнообразия игрового процесса. Поскольку это не полноценный обзор, а просто мои разглагольствования, я подведу небольшой итог. Изначально может показаться, что разработчики понабрали оттуда, 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 а потом нагло вилят, чтобы от них наконец отъебались оголтелые фанаты других онлайн-игр, как будто не замечая того, что опоздали сами года на три со всеми этими мобозабавами, а теперь восклицают, что ж вы нас сравниваете. Конечно, на самом деле это частично правда, но не всё так плохо, потому что полностью переделать концепцию подобных игр это реально сложно. Никто тут не будет возражать об обратном. Но раз уж вы прослоупочили до такой степени, что у вас идею на миллиарды долларов спиздили Valve, то теперь придётся очень сильно постараться, чтобы отклеить фанатов, например, доты, собственно, от доты. Чем больше человек придёт, тем больше денег. Тут всё просто. Здесь уже нужна, как это по-модному говорят, инновация. И как бы я не восхвалял Heroes of the Storm за всю его простоту и незатейливость, ни в одном из трёх летсплеев слова плохого не сказал, я никак не могу скрыть тот факт, что в некоторых местах откровенная копирка. Blizzard и Neil Good по этому поводу они даже не пытаются. Они просто сделали командную игру, где реально нужно там постоянно действовать заодно, что я считаю безусловно правильно, для своих же фанатов, для тех, кто играл в StarCraft, Diablo, WarCraft, WoW и так далее. Но рано или поздно чат, как обычно, превратится в балаган и будет засран теми нытиками, которыми терят всех вокруг, когда проигрывают. Видимо, этот рок настигает все мобы игры рано или поздно. И меньше всех тут повезло, конечно, несчастной Доте, потому что по количеству отмороженных кретинов с ней просто не сравнится ни одна игра. Я как бы не хочу сейчас никого оскорбить, но давайте называть всё своими именами. Мудаков в Доте конкретно много. И дошло уже до того, что стыдно говорить о бывалых временах, когда игра была по инвайтам и с друзьями там зависали на целый день. Потому что на тебя просто посмотрят и скажут, ааа, ты один из этих мудачков, да, которые там кричат постоянно что-то в микрофон, да, вот эти вот все ублюдки. И правда это или неправда, кого это будет волновать? Потому что вот такие вот ребята, которые в натуре уже себе не отдают отчёта о том, что они говорят, что они делают, оказывают очень херовую услугу для всех остальных, кто просто зашёл там раз в неделю или раз в две недели сыграть в Доту. И при этом, опять же, если они кому-то об этом скажут, допустим, то на них посмотрят. В Доту? Ты чё? Фу, блядь, уйди отсюда, нахуй. Конечно, можно ещё вспомнить тот момент, когда мы там с Соупом играли, да, и он тоже орал. Я ему сказал, чувак, давай зайдём в Доту там моим подписчикам, вот они там просили записать ещё что-то с тобой, там у тебя там классно получается, там ты вопишь, он такой, давай. Добрейший человек, я его знаю, там, наверное, уже лет 13 или 14. Никогда ничего плохого никому не говорил. И то, что он орёт, когда мы записываем видео, это одно дело, когда ты орёшь, блядь, от того, что что такого должно произойти в игре, от того, что ты начал бы недовольным голосом материться, орать и оскорблять всех вокруг тебя. Я лично этого не понимаю. Возможно, там кому-то сейчас 14 лет или 15, для него это более очевидно, чем для меня. Ребят, простите, я не понимаю. И вот тут-то может и вылезти Heroes of the Storm, который может сказать, а во мне почти никто не ругается, идите сюда, и кто-то придёт. Вот и всё, вот так это работает. На этой, казалось бы, печальной, но в то же время хорошей для Близзардовского кошелька ноти, я предлагаю закончить и отложить Heroes of the Storm в сторону. От меня игра заслуживает безусловный плюс, играть достаточно просто, если у вас там появится инвайт, или, не знаю, будет открытое бета-тестирование, то обязательно обратите внимание. По поводу следующих видео ничего не могу сказать, как только, так сразу. Ну а с вами был Хэппи Вульф, как всегда, спасибо за просмотр, и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok